Борьба за место в плей-офф. В эти выходные молодежная хоккейная команда «Динамо» сразилась с гостями из Риги. На двух матчах побывала наш корреспондент Наталья Чекет. В начале первой игры счет был открыт на шестой минуте. Дмитрий Злодеев умной передачей оставил неудел сразу двух соперников. А Богдан Тринеев резким кистевым броском послал шайбу под перекладину. Хороший первый период соперники завершили с минимальным преимуществом хозяев площадки. В этом сезоне вы еще ни разу не играли за молодежку. Приятно ли вернуться? Да, конечно. Приятно вернуться, помочь команде для выхода пловов. А как вы вообще играете на Тверском льду? Не без разницы играть. Главное, что в родном клубе «Динамо». А как оцениваете итоги первого периода? Мы выполнили установку тренера, забили гол. Нужно подожжать в таком же духе и не давать сопернику шансы. После перерыва рижане заметно добавили скорости и агрессии в атакующих действиях. Работы у динамовского вратаря стало значительно больше. За пять минут до промежуточной сирены Эмилс Гегерес ворвался в зону динамовцев и произвел пушечный выстрел из правого круга вбрасывание. Один-один. На эмоциях от заброшенной шайбы хоккеисты Риги смогли создать еще несколько острых эпизодов у ворот. В концовке периода получили четырехминутное большинство, которое перешло в заключительный игровой отрезок. Заброшенная шайба помогает, придает эмоции. Сразу полетели вперед, забивали вторую. Я считаю, она очень помогла нам. Надеюсь, в дальнейшем забьем еще одну и все будет хорошо. Динамо выстояла большой штраф, после которого на льду пошла игра на встречных курсах. В концовке гости получили первое удаление в матче, но хозяева не смогли разыграть лишнего. В дополнительном периоде Иван Дедковский блеснул индивидуальным мастерством и, сделав вираж за воротами Риги, принес победу Динамо. Игровой счет 2-1. Второй раунд противостояния Динамо и Риги начался ураганно. Первым же броском рижане открыли счет через 38 секунд после стартового вбрасывания. Динамо в соответствии ровно через 30 секунд. В оставшиеся 19 минут трибуны Тверского юбилейного голов не увидели. На площадке, как и сутки назад, царила упорная обоюдоострая и абсолютно дисциплинированная игра. Да, мы ожидали от этой команды. Не получилось в первую смену сдержать их атаку, но хорошо, что получилось сравнять счет и так же играем на равных. А почему все-таки не удалось забить еще шайбы в первом периоде? Были моменты, но у них вратарь неплохой. Но если больше бросать и больше угрожать их воротам, думаю, получится забить еще и еще. Вторая 20-минутка вообще оказалась очень скупой на реальные угрозы. При достаточно высоком темпе игры работы у вратарей было немного. Концовки периода гости повели в счете. В третьем периоде на Тверском льду случилось дежавю очередное нереализованное большинство Динамо. Появление игрока со скамейки штрафников и гол Риги. Четвертая шайба гостей влетела в пустые ворота Динамо, уступив со счетом 1-4. Следующими на Тверской лед выйдут игроки высшей хоккейной лиги. Динамо сразится с командой Торпедо-Горький из Нижнего Новгорода. Матч состоится 27 января, начало в 19.00.